Рассмотрение закона. На заседании постоянной комиссии городского Масльхата рассмотрели вопрос о принимаемых мерах по отлову пройдетих собак и кошек на территории Балхаша. Балхазская маринка. Молодь Балхазской маринки запустили в озеро. На заседании постоянной комиссии городского Масльхата рассмотрели вопрос о принимаемых мерах по отлову пройдетих собак и кошек на территории Балхаша. О проделанной работе с момента до и после вступления нового закона об ответственном обращении с животными отчитался главный специалист ветеринарии Самат Молдобеков. В настоящее время еще не разработаны подзаконные акты. Такие акты, как правила содержания выгула, типовые правила отлова и временного содержания, уменьшения, правила постановки на учет и других правил. В общем, закон пока есть, но никаких подзаконных актов к нему нет. Но с принятием закона этот алгоритм уже пришлось изменить. Содержание в течение 70 дней в пункте временного содержания, затем усыпление. С принятием нового закона алгоритм работы изменился. Согласно документу, отловленных животных в течение 60 дней необходимо содержать в пунктах временного содержания или в приютах. За эти два месяца они должны быть поставлены на учет, пройти стерилизацию и вакцинацию. После чего выпускаются обратно в то место, где были отловлены. Стоит отметить, что отлов и умерщвление бездомного животного с принятием нового закона является крайней мерой, применяемой только при агрессивном поведении и больном состоянии животного. Потому что это новый закон, его так приняли. Получается, если гуманное обращение с животными, если она не представляет угрозу для жизни, то есть если вы ее отловили, вот в эти стадии прошли, она нормально, вы ее отпускаете. Если же собака агрессивная, либо больная, ее умерщвляет. Ну вот новый закон такой гуманный. Вы отлавливаете собак, вы 60 дней ее содержите, все эти меры проводите, хозяина не находите, отпускаете заново в окружающую среду. И она живет. Управление ветеринарии в ближайшее время проведет конкурсы по двум программам. Это программы по временному содержанию, вакцинации и стерилизации бродячих животных. Также для соблюдения норм закона и порядка безопасности в городе необходимо построить временные пункты содержания и планировать строительство приютов для бездомных животных. Отметил Самат Молдобеков. Для решения данных вопросов в единой бюджетной квалификации вынесены следующие изменения и дополнения по административно-бюджетным программам 458, то есть отдела ЖКХ районов и города областного значения. Дополнить бюджетными программами 056 и 057. Это строительство приютов, пунктов временного содержания для домашних животных и 057. Содержание приютов, пунктов временного содержания. И по данному вопросу, скорее всего, будет необходимо провести совещание с участием Акима города, заинтересованных государственных органов, депутатов общественных организаций, чтобы прийти к единому вне. Молодь Болгарской маринки запустили в озеро. Сотрудники Болгарского филиала в рамках реализации программы по задаче разработки и внедрения эффективных технологий формирования ремонтных стат эндемических видов рыб Казахстана с целью сохранения биоразнообразия аквакультуры провели зарыбление маринкой, полученной искусственным путем. Сегодня Болгарский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» проводит зарыбление рыбопосадочным материалом Болгарской маринки «Озеро Болгарш». Молодь маринки получена в рамках реализации программы по отработке эффективных технологий формирования ремонтного стада редких эндемичных видов рыб, в том числе и Болгарской маринки. Пробную партию рыбы запустили с целью возвращения популяции Болгарской маринки, которая ранее была промысловой. Отследить возвращение маринки, запущенной в рамках научного эксперимента, можно будет через несколько лет. В мероприятии приняли участие руководитель отдела Болгарской рыбной инспекции и главный специалист. Председатель ТОО Саюшкин, начальник егерской службы. Трудолюбивых болгарцев наградили ко Дню Труда. В честь праздника были отмечены достижения тех, кто внес весомый вклад в развитие и процветание города. Торжественное мероприятие началось с приветственных слов Акимогорда Кайрата Камзина. Глава города и секретарь болгарского городского маслехата наградили участников областного этапа республиканского конкурса «Янбек Жулы». В их числе победитель в номинации лучший наставник работающей молодежи Ергазы Торлыбеков. Лучшим наставником в сфере образования признали учителя русского языка и литературы школы номер 16 имени Альфа-Раби Жанара Айнабекову. А лучшим молодым специалистом стал преподаватель хореографии детской школы искусств Мирамгуль Бекпенбет. Начался третий учебный год моей работы в художественной школе. В апреле 2022 года по программе «Янбек Жулы» рассказали нам о данном конкурсе, где я предстала в качестве кандидата. Я представилась как молодой специалист. Мы прислали все свои достижения во время работы и в общем. После окончания школы связала свою жизнь с миром танцев. Сейчас воспитываю своих учеников. За активное участие в трудоустройстве болхажцев награды получили Центральная больница города Болхаж, филиал ТО «Транкоэкспресс», частный предприниматель Кинжибекова Игуль. И грантополучатели Назира Бизакова, Ботагос Манабаева, Араилы Мусаева. В номинации «Лучшая трудовая династия» победила семья Адамбаевых с общим стажем работы более века. Перед праздником Дня труда мы получили награду из Докимбек. Я сам с 1978 года поступил в Железнодорожный институт, закончил его в 1983 году. Я проработал в этом локомотивном депо 36 лет. Мои младшие братья Аман Самбеталу – машинист, инструктор Муэнтинского локомотивного депо. Женебек – машинист тепловоза. Наша династия много трудилась на железной дороге. Завтра в 11 часов дня в городе заработают системы оповещения населения. По данным ДЧС Караганинской области, 27 сентября на всей территории области, в том числе в городе Балхаш, будут протестированы все доступные системы оповещения. Представители департамента по чрезвычайным ситуациям просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В Балхаши воздвигнут памятник Жидибай Батыру Кожана Зароло. Монумент возводится с 2020 года при поддержке общественного фонда «Альтике Жидибай Батыр» – рода Альтике и потомков Батыра. Сегодня исторический памятник герою – это не только вклад в историю и культуру страны, но и очень важное дело в воспитании национального патриотизма, считает председатель оргкомитета общественного фонда. Члены рода Альтике объединились и, создав Большой Курултай, открыли фонд. Фонд избрали и Большего Саяхата, и с тех пор ведём работу. В городе Балхаш мы заняли эту большую площадь и установили здесь постамент. Высота статуи, которая воздвигнут через несколько недель, составляет 5 метров. Кроме того, всю работу по благоустройству территории взяли на себя потомки знаменитого Батыра. Культурное наследие будет возведено на аллее Астаны в микрорайоне Шашубай. На установку памятника было собрано 108 миллионов тенге. Средства выделили потомки Батыра и спонсоры. Образ героя на коне создан вручную скульптором Нуржаном Ямаровым.